Актеры получают огромные гонорары и имеют множество поклонников, но даже им приходится переживать трагедии, связанные с болезнями и смертями близких. Сегодня мы расскажем вам о знаменитостях, которые потеряли детей. В 2009 году четырехлетняя дочь Майкла Тайсона трагически погибла в доме своей матери. Девочку нашел ее семилетний брат, она запуталась в проводе беговой дорожки и задохнулась. Знаменитый рэпер Доктор Дре в 2008 году потерял сына. Юноше было 20 лет, он умер в доме своей матери от передозировки героина. Доктор Дре никогда не жил под одной крышей с сыном, и его матери пришлось даже отсуживать у рэпера алименты. В 2012 году скоропостижно скончался старший сын Сильвестра Сталлоне. Причиной смерти по заключению судмедэкспертов стал сердечный приступ. Задолго до того, как стать вице-президентом США, Джо Байден пережил тяжелую потерю. Накануне Рождества его жена и дочь отправились по магазинам и разбились в машине по пути домой. В тот момент Байдену было всего 29, на руках у Байдена осталось двое сыновей. Увы, в мае 2015 года Джо Байдена ждала еще одна трагедия – его сын умер от рака мозга. В 1966 году умерла жена Роя Орбисона, а два года спустя двое его старших сыновей погибли при пожаре. Эти события, последовавшие одно за другим, наложили заметный отпечаток на его карьеру. Лидер Ледзеппелен Роберт Энтони Плант в 1977 году потерял пятилетнего сына, который скоропостижно скончался от желудочного вируса. В тот день жена звонила Роберту дважды, первый раз, чтобы сообщить, что их сын болен, а второй раз, чтобы рассказать о его смерти. Старший сын Жерара Депардье несколько раз побывал в тюрьме и страдал от алкоголизма. Также он был болен диабетом и перитонитом. Он скончался в 2008 году после заражения вирусом, который вызвал скоротечную пневмонию. Старшая дочь Марлона Брандо страдала шизофренией. После того, как брат девушки в 1990 году застрелил ее жениха, она повесилась в ванной своего отца. Актер всячески пытался спасти сына от наказания, но суд признал Кристиана виновным и приговорил к 10 годам тюрьмы. В 2008 году он умер от воспаления легких. Джон Траволта пережил трагедию, когда в 2009 году умер его 16-летний сын Джет. Мальчик был аутистом и периодически страдал от тяжелых приступов, один из которых закончился смертью. Совсем скоро выйдет вторая часть видео, в котором мы расскажем о российских звездах, потерявших детей. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новый выпуск.